В школах села Комсомольское гуляет менингит. Об этом в медиагруппе сообщили взволнованные родственники детей. На днях из полутора тысяч школьников почти треть не пришли на занятия. Родители побоялись пускать их в классы. На камеру рассказывать об эпидемии отказываются. Потому что съедят ребёнка в школе. Просто съедят. Женщина говорит, в школе, где учится внучка, заболело уже несколько человек. Детский врач в больнице, дескать, подтвердил, менингит гуляет по посёлку. И все об этом молчат. Она сказала, что в школе прогрессируют в первой школе менингит 4 или 5 человек и во второй школе менингит. И говорит, молчат, вскрывают, ничего нам, врачам, не говорят. Детей, говорит, отправляем на Харьков. В местной больнице подтверждают, в посёлке действительно вспышка менингита. Госпитализировали 10 детишек. Среди них и школьники, и детсадовцы. Первый случай зафиксировали месяц назад. Последний – 2 октября. Но врачи предупреждают, паниковать родителям нет смысла. Этот менингит – вирусный, а не бактериальный. Страшных осложнений он не даёт. То, что вчера спрашивали, а дети дебилами не становятся, конечно, нет. Ну, осложнений не было. Потому что вещество мозга воспалением не задействовано. Это только оболочки, мягкие оболочки. Накануне в посёлке провели масштабное родительское собрание. Обсуждали, стоит ли закрывать школу на карантин. Ни врачи, ни санстанция не рекомендуют этого делать. Говорят, дети в школе будут под присмотром. Здесь им дважды в день меряют температуру и предупреждают о симптомах болезни. Головная путь. Вот, вот, вот. И температура начинается с маленькой температуры. А дальше, может, очень большая. У Антона температура выше 37. Фельдшер отсаживает мальчика подальше от одноклассников и звонит родителям. Ребёнка направляют к педиатру. Мы измеряли сегодня температуру вашему Антошке и всем деткам. У него сейчас 37,3 температура. Со вчерашнего дня в школах частичный карантин. За каждым классом закрепили отдельную комнату. Учителя сами ходят к ним на занятия. А родителям, которые продолжают паниковать, разрешили не водить детей в школу. Для этого им надо написать заявление и оставить его классному руководителю. В первом лице из 700 детей сотня сидят дома. В школе уже решают, как те будут нагонять программу. Они будут нагонять учебный процесс. Нам сказали, что у нас будут чуть меньше каникулы. Или мы будем по субботам учиться. Это не очень страшно. Каким-то индивидуальной графике занять будем делать. Как защитить детей от менингита, врачи советов не дают. Говорят, тут нужно придерживаться общих правил гигиены. Мыть руки, не пить воду из-под крана, проветривать помещение. Откуда взялся вирус в Комсомольском, тоже пока не ясно. Конкретно какой источник, вот здесь, в данном конкретном случае, это занимается сейчас санстанция. Или это вода, или это воздух, или это с моря привезли. Областной СС предстоит выяснить, что является источником инфекции. Пока все грешат на воду, хотя при первом исследовании вирус в ней не нашли. Но в школе на всякий случай развесили объявления. А учителя дежурят у кранов. Следят, чтобы дети не пили сырой воды. Лидия Калинина, Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив».